всем привет это николай громов и сегодня мы продолжаем разработку нашего туду приложения это восьмой урок третьего блока курса java script в ibisoft и на этом уроке мы я думаю доделываем фронт часть до состояния рабочего чтобы у нас было полное взаимодействие с сервером вывод всех ошибок о которых мы договаривались которые мы договаривались сделать на прошлом уроке а также вторую часть занятия мы потратим на разбор инструментов которые помогают автоматизировать работу веб-разработчика проверяют код оптимизируют код мне уже сейчас на данном этапе приходит много отзывов ваших о том что вам это интересно вы хотите это узнать это в принципе есть программе и сейчас самое время об этом поговорить хорошо давайте вспомним что на чем мы остановились на прошлом занятии запустим наше туду приложение запускаем так мы видим что карточки мы не получаем естественно у нас валивается соединение нам нужно запустить сервер который я еще не запустил запускаем сервер в новом окне возможно нам понадобится сегодня сервер не планирую разрабатывать но можем на что-то наткнуться открыл не запустил так но вот индекс все сервер запущен я вижу что мы получаем карточки мы получаем карточки ошибок никаких нет мы можем добавить карточку карточка добавлено да замечательно мы можем удалить карточку карточка удалена так здесь я вижу ошибку какой-то callback нераспознан на 82 строке давайте посмотрим как она у нас с прошлого урока здесь оказалось вообще самое приятное добавить ошибки которые ты писал неделю назад так здесь у нас callback этот callback у нас выполняется когда все окей то есть если нам пришел респонс и в этом респонсе сервера нам пришел статус 0 то есть все окей но мы ставили на сервере вот значит да вот здесь мы создавали объекты ответа и вот мы здесь писали статус 0 или статус 1 под 0 мы подразумевали статус успешной обработки данных под 1 не успешным и на фронте мы собственно этот статус обрабатываем мы смотрим если в базе статус пришел 0 то есть успешный здесь стоит логическое обращение дата он становится один и выполняется callback это нам было необходимо для того чтобы не обновлять ничего на фронт-энд части пока сервер нам не ответит что действительно эта операция была сделана потому что фронт-энд часть она никакую никакую функцию хранения данных обработки данных не выполняет все данные нас сохраняются на сервере мы помним джейсон файлик и собственно джейсон файлик является здесь вот джейсон файлик является единой точкой хранения наших данных это наша база данных такой подход подход того что мы ничего не показываем на фронте пока сервер не ответит что все окей называется транзакции и многим из вас это слово должно быть знакомо с банковской транзакции на самом деле это не только в банковских транзакциях просто в банке это очень критично что подразумевается если вы снимаете деньги в банкомате и ушел запрос на сервер о том чтобы с вашего счета снять эти деньги то должна Пройти успешная транзакция Успешная транзакция подразумевает Что Подразумевает что Действие От начала и до конца полностью выполнено То есть ушел запрос в базу В базу В базу сохраняется Состояние снятия денег Но при этом транзакция еще не закончена Транзакция заканчивается только тогда Когда банкомат выдал вам деньги Потому что если бы не было Такого подхода под транзакцией Что у него есть выполнение шаги И пока все шаги не выполнены Вся транзакция не считается успешной То происходили бы такие вещи Вы снимаете деньги в банкомате Идет запрос в базу данных С вашего счета снимаются деньги Но В этот момент пропадает электричество Банкомат отключается от сети И не успевает получить Респонс от сервера Что деньги сняты Что у вас они есть на счету и они сняты Деньги вы не получаете Но при этом в базе данных Написано, что вы их получили Транзакция позволяет сделать так Что пока все шаги транзакции не выполнены Платеж не считается Транзакция не считается успешной И платеж не будет Не будет выполнен Если хотя бы один из шагов Оборван Допустим Банкомат не выдал деньги И шаг к транзакции Выдачи денег не успешен То и вся транзакция отменится То есть деньги вернутся вам на счет И этого снятия не будет Примерно то же самое Проходит здесь у нас Мы говорим, что мы Удаляем карточку У нас уходит Уходит запрос на сервер Сервер это все обновляет Сохраняет Отправляет нам респонс И только когда Респонс отвечает Да, карточка удалена Мы берем и удаляем ее Удаляем ее На фронте Если сервер нам ответит Нет, карточка не удалена Или сервер вообще нам не ответит То на фронте Эта карточка останется Ну вот смотрите Как пример Я просто сейчас Выключу сервер Вот я выключил сервер Да Я удаляю карточку Ага Здесь у нас все даже лучше Но она все равно Кстати удалилась Она удалилась Почему? Потому что у нас здесь Немножечко все-таки Сервер неправильно отвечает Сервер нам ответил Что? А, сервер нам вообще Ничего не ответил Да? И как же мы тогда попали В этот В этот реквест удаления А, потому что у нас Для удаления нет Этой штуки У нас только для Создания карточки Это есть Вот смотрите То есть если сервер отвечает Все Отсюда и ошибка собственно Вот эта ошибка Об этом и говорит Сейчас я объясню Чтобы вы не путались Значит У нас настроено что? У нас есть вот этот метод SendRequest И он у нас работает Для различных реквестов PostPuteDelete Мы используем его Для разных вещей Для post Как вы видите Мы добавили вот этот Самый callback Который говорит Который говорит Вот сейчас карточка Была добавлена Если я выключаю сервер Я выключил сервер Добавляя карточку There is problem with server Мы видим И карточка не добавлена То есть видите Дом не обновляется Потому что транзакция Не завершена То же самое нам нужно сделать И для удаления карточки То есть нам нужно Удалять карточку Только на callback Только на callback Теперь давайте вспоминать Как у нас удаляется карточка Delete this card IT Ага Ага И вот This card Cards block Remove child This card Вот это должно Передаваться Как callback Как callback И значит Что Что Мы здесь прокидываем This card А это не будет Читаться callback То есть callback У нас прокидывается Как callback У нас прокидывается Вот так То есть текст функции Который выполнится Когда-то Если мы его прокидываем Вот так То он вызывается Сразу вот здесь Поэтому нам нужно Прокинуть туда Этот callback Привязанный К контексту This С аргументом This card Ну если вы помните Bind Создает копию функций С закрепленным контекстом И с закрепленным аргументом Таким образом Это у нас сейчас Не вызов функций Это функция Которой мы привязали Контекст и аргумент Так Давайте проверим Работает ли это у нас А да Сервер же Сервер 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 Запустили Обновили Получили карточку Удаляем Карточку Так Карточка Удалилась А Здесь мы ничего не получили Ничего не получили А что это за ошибка Такая интересная Illegal Что ты значишь Что ты значишь Ошибка Я типа здесь не могу так сделать Могу же вроде Окей Ну давайте Напишем А я понял Я понял Я понял Потому что это же не наша функция Это функция управления домом Ее нельзя передавать как callback Поэтому он говорит illegal Да 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 я понял Нам нужно написать эту функцию callback Значит я напишу Delete Callback Хотя что через let Давайте Function Acclaration Function Delete Hit callback Значит Что будет выполнять эта функция Она будет В принципе В принципе я могу даже без аргумента Да в принципе я могу даже без аргумента наверное Могу просто написать вот так Вызов ее Мы не нужны потерять контекст Вызов ее без bind Это просто вызов Вот то есть Что делает эта функция callback Она вызывает Вызывает Собственно метод удаления This card This у нас сохранится с вызова Да Теперь мы говорим Давайте привяжем эту функцию К этому контексту Delete Delete callback Вот она функция Так что я нажал Это я не то нажал Delete callback Delete callback Равно Delete callback Bind this Ну это то же самое Чтобы Так что я сегодня так криво пишу Это чтобы не потерять контекст Вот этот this А теперь мы просто возьмем И передадим это Delete callback Без вызова Вот То есть Вот эту штуку мы сделали Вот эту штуку мы сделали Чтобы Вот здесь мы могли передать Эту функцию И у нее сохранился Контекст this Потому что внутри себя Она будет обращаться This Который вот Вот здесь Хотя по идее У нас и здесь Контекст не теряется А нет Теряется Потому что здесь мы находимся В карт А вызываться Она будет вот здесь На 82 строке А на 82 строке Если мы не привяжем Контекст То попадет В this Не карт А App Поэтому нам нужно Поэтому нам нужно Я уже потерял Где это было Вот Поэтому нам нужно Сделать вот это То есть в чем суть Суть в том Что вот здесь Вот в этом действии This card Блок Рему уча This card В this Должна попасть Сама карточка Вот Вот этот this Если мы Эту функцию Вызовем Без вот этого Вот момента Я его закомментирую Она вызовется Где Delete callback Вызовется где На 82 строке На 82 строке Она начнет Искать свой this И значит Посмотрит Что Здесь у нас Стрелочная функция Значит пойдет выше Опять стрелочная функция Пойдет выше И возьмет This send request А у send request This это App Потому что это метод Класса App Поэтому нам нужно Выполнить вот это действие Чтобы у нас Контекст карточки Сохранился Для вызова Вот там Мы взяли И сделали Слепок Этой функции С привязанной К this Карточки Так Обновляем И что мы видим Удаляем Вы уверены Да Значит Cards block Of undefined Так Почему This cards block Все же по-честному Почему у нас This undefined Так Так Делетаем ее Undefined Действительно Undefined Так А почему у нас This undefined Delete callback Он у нас принимает Метод Data И callback Приняли мы Этот callback Почему он у нас Undefined Так Где он Я его уже потерял Вот Function Delete callback Какая-то функция Тут мы А блин Я же байт Не написал Ё-моё Вот жалко У вас нету Сейчас бы сказали Коля Фигню какую-то делает Видимо что-то говорил И не написал Проверяем Вот Теперь мы видим Да у нас падает Карточка Вот То о чем я говорю А если я вот этого не сделаю То есть не привяжу Ну если кто подзабыл Почитайте что делает Байнт Он делает слепок Вот этой функции С привязкой К контексту Если байнта нету То This определится В момент вызова И туда попадет Что Сейчас мы увидим Туда попадет App Потому что вызывается Она там Где определяется App Удаляем И вот Даже undefined Почему undefined А Даже undefined Потому что Мы в строгом режиме И мы вызываем ее Просто как Фанкшн Без Без этого Да Даже undefined То есть Где там 82 Я пробежал И вот Мы ее вызываем Просто как Function declaration А this определяется Function declaration Как в старом стандарте Windows В новом стандарте Undefined Собственно Что мы и наблюдаем Поэтому освежайте Освежайте эти знания Контекст функции Привязка контекста функции Это важно Это важно Так Теперь мы видим Значит что у нас Карточка добавляется На успешный ответ От сервера И теперь карточка Удаляется На успешный ответ Сервера Если сервер Отвалится Показываю Отваливаем сервер Отваливаем сервер Удаляем карточку Она говорит Значит Проблема с соединением Да Говорит тут Проблема соединения И карточка не удаляется То есть Она до сих пор существует, если я обновляю страницу Но сейчас я не получу, потому что сервер выключен Но если сервер у нас восстановится То мы увидим, что эта карточка не удалилась Она до сих пор есть Она до сих пор есть Так, хорошо, хорошо Окей, погнали дальше Так, это мы сделали Где у нас еще эта функция вызывается? Там же еще где-то должен быть callback, насколько я понял Вот она, centerquest На post, put и delete Вот, здесь то же самое Только когда карточка обновлена Мы должны ее обновить Вот, update card вызвать Здесь делаем то же самое Edit card, update card Надо привязать контекст Я прямо так напишу Нет, давайте все-таки Тоже напишем функцию callback Edit callback Он будет вызывать вот эту штуку Привяжем edit callback к this Edit callback равно Edit callback bind this Привязали к this И этот edit callback Закинули В вызов реквеста То есть, чтобы карточка обновилась на фронте Только когда сервер нам ответит Так, что мы делаем Обновили, обновили Edit Добавляем какие-то цифры Вот, карта вас ченчит Но это обновление в доме произошло Только когда нам ответил сервер Вот, если опять же сервер я выключу Выключил сервер Я делаю edit Я меняю здесь все, что надо Вот, допустим На edit Проблемы с сервером Как вы видите, карточка А, нет, карточка обновилась, да? Или не обновилась Что я уже заблудился сам Title меняем Description И на hard, допустим Не, вот Карточка не обновилась Карточка не обновилась Просто не отвечает сервер Как только сервер начнет отвечать Мы, во-первых, увидим Что на сервере она тоже не обновилась И мы увидим, что Когда сервер отвечает Только тогда Так, это я создание делаю, да? Только тогда Вот, мы сможем обновить карточку То есть Не вводим юзера в заблуждение Не говорим его, что что-то обновилось Если на сервере оно не обновилось Вот буквально вчера у меня была ситуация Ну, вернее, у моей жены была ситуация Но в итоге она стала моей ситуацией Она в новой почте В приложении Оплатила посылку Приложение ей говорит Все оплачено Все окей Деньги с карты снялись После этого она заказала Переадресацию этой посылки И все как бы окей Она оплачена в приложении И тут приезжает курьер И говорит С вас 170 гривен Мы говорим Какие 170 гривен? Все оплачено Вот деньги с карты снялись Вот в приложении И пишется, что все оплачено Ну, настолько все оплачено Что в приложении даже Оплатить нету кнопочки Все, потому что она оплачена А курьер говорит 170 гривен Я говорю Я не буду платить Все оплачено Он говорит Я тогда вам не отдам Я говорю Ну, до свидания Он уезжает Короче, потом с нами связываются Долгая история Но выясняют, что Выясняют, что Если происходит Переадресация посылки Они оплату Они оплату Отменяют Деньги вам вернутся В течение недели От трех дней до недели Но в приложении Это никак не отображается Вот это вот тот пример Вот почему я вот это сейчас делаю Вот это пример плохого подхода Когда пользователь Не знает, что происходит То есть у них в базе данных Оплаты нет Они оплату вернули Но в приложении говорится Посылка оплачена Все окей Поэтому нельзя в приложении Показывать какой-либо статус Если вы не уверены Что этот статус Находится в базе данных У них в базе данных Указано, что У посылки статус не оплачен А они показывают оплачен Вот как пример Буквально вчера произошедший Вот Хотя серьезная компания Новая почта Вот Так Это у нас все есть Это у нас все есть Мы даже сделали Какое-то Мы даже сделали Какие-то уведомления Значит, что сервер У нас ответил Не ответил И мы даже edit сделали Что-то мне казалось Что мы edit не сделали Он полностью работает Delete работает Delete работает Так, у delete Надо console.log удалить Удаляем Создание карточки Тоже работает Да Да, создание карточки работает Все с сервером работает А какого у нас там метода нету Значит, пост создания Пут обновления Delete удаления А get получения Все есть Все есть А, так мы получается полностью фронт сделали Замечательно Замечательно Я что-то думал, что мы с вами немножечко отстали Полностью сделали фронт Даже уведомления сделали Это, это хорошо Уведомления Carthus edit И проблемы с сервером У нас даже выводятся Что-то мне Такое ощущение Что я что-то забыл Что-то надо сделать Надо, блин, было записывать Да, вот проблема с сервером Connection refused Все, окей Хорошо Хорошо Это, в принципе, замечательно То есть То есть У нас В принципе, готово Туду приложение С нашим сервером Давайте еще раз Пройдемся по всему Флоу Потому что что-то Я сомневаюсь Создаем карточку Создаем карточку Test Test Description Lore Так, у нас сейчас на сервере Ни одной карточки нету Да, ни одной карточки нету С текстом Lore И Medium Important Да Карточка создалась Вот она на сервере Создалась Окей Замечательно Update Ее Test 22 Lore 22 Там, допустим, high Заupdate Ее Тут все обновилось Тут все обновилось Что мы еще можем с ней сделать Ну, допустим, complete Так Она у нас completed А на сервере она у нас не completed Вот это вот мы не сделали Так Значит, complete Это у нас статус не уходит на сервер Давайте вспоминать, как это происходило Я, если честно, вообще не помню Complete button вызывает Complete card wrap Что значит Это у нас complete card Вот он Complete card Это метод карточки Хорошо Так True Update storage Все всякие дела У нас вообще Update storage Еще юзается Ну, вернее, существует метод Да, метод есть Но используется он в этом Одно Ну, вот, да Это одно место Где мы Этот update storage Не заменили Его, в принципе, еще уже Можно снести Но уже update storage Не делаем Так 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 И вот здесь У нас место App update storage Должно быть Должно быть Update card This Вот Ого Ой, вырезал тут Так Card data status True Сидел Да Вроде Вроде Оно Так Идем еще раз Значит По всему Flow Удалили карточку Бази Карточки Давайте Я, наверное, вот это Вот сюда Вот так поставлю Чтобы я не прыгал А то Стошнит Или меня Или вас У кого-то точно Стошнит Вот Наши карточки Вот так Замечательно Погнали Создаем карточку Test С текстом Lore И low Пусть low Create Карточка создалась Хорошо Edit Им ее Я еще раз проверяю Потому что Любое изменение в коде Может сломать то Что вы только что проверяли Это вот прям Запомните Это, к сожалению Да Update Комплитим ее А вот Комплит Что-то не произошел Комплит Не произошел Совсем не произошел Потому что Нам не Update Нужен метод Не этот Нам нужен Метод Это я Не то Не то Не то Вызываю Да Не этот Метод Нам нужен Нам нужен Вот этот С 82 Строки Send Request И этот Send Request Должен быть Put Вот такое Вот такое Нам надо Вот такое Нам надо Да Идем Проверяем Где здесь Это у нас было Вот здесь Это у нас было Значит This Request Только у нас Не this Request А App Request Потому что Это метод Приложения Не карточки Put this Edited Card Data В массиве Тут у нас Достаточно Просто Card Card Data Это объект Карточки В котором Та Это Important Status И Edited Callback Есть у нас Такое Да Здесь он у нас Будет Называться Complete Callback Естественно Complete Complete Callback Complete Callback Вот сюда Мы все Вот это Закидываем Сюда Мы все Вот это Закидываем Так Секунду Все верно Все верно Закидываем Все Вот это Так Что А Понятно Complete Все Вот это И Тут Здесь Нам А нет Нужен Здесь Все таки Привязываем Complete Callback Равно Complete Callback Bind This Это Это То же Самое Что Я вам Только Что Рассказывал Привязали Этот Callback Так Это Для удобства Чтения Перенесем Вниз 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 И Здесь У нас Будет Complete Callback Вызываться Все И Это Будет Говорить О том Что У нас У нас Значит Кнопочки Вообще Карточка Станет Completed Только Когда Мы Уверен Будем Уверены Что На сервере Она стала Completed Да Вот На сервере Она стала Complete Только После Этого Все Произошло Опять же Не буду Уже Показывать Уже Дважды Показал Если Сервер Не будет Отвечать То Вот Эти Кнопки Ну Ладно Давайте Покажу Что Там Создадим Новую Вот Создали Да Выключим Сервер Нажимаю Complete И Все Проблема С сервером И кнопочки Не Стали Complete То есть Понятно Не Меняем Ничего На Фронте Так Обновляемся Окей Complete Delete Есть Так Еще раз По всему Flow Чтобы Убедиться Это Видите Complete Нашли Хотя Я не За Complete Все Таки Думал Что Другое Создание Есть Edit Вот Она Создалась Edit Medium Есть Complete Есть Тут Статус Меняется Если Что Complete Есть Значит Получили Ну вот Получение Обновили Просто Получили И осталось Удаление И удаление Есть То есть В принципе В принципе Мы полностью Создали Абсолютно Весь Крат Как на сервере Так и на Фронте У нас Все Обновляется И Это Замечательно Это Замечательно Так Что Касается Кода Здесь Код В принципе Более Менее Все Разбито По Методам Гейтеры Все Как Положено Тут Я бы Даже Не Сказал Что Нам Сильно Надо Что Три Фактори Так Как На сервере Хорошо Уведомления У нас Тоже Все Есть Ну Ладно Пока Давайте Не будем Дальше Как-то Усложнять Улучшать Давайте Все Таки Поговорим О той Самой Автоматизации Которой Я вам Говорил В Начале Урока Значит О чем Я хочу Поговорить Во-первых Нам Нужно Познакомиться С Таким Инструментом Как NPM Что Такой NPM NPM Это Аббревиатура Как и Все И Означает Это Node Package Manager Он Устанавливается Вместе С Нодой Да Ноду Вы уже Устанавливали Если Вы Делали Сервер Вот И Когда Вы Устанавливаете Ноду И Проверяете Версию Нод Вот У меня 12 13 1 То Тут же Вы можете Проверить И Версию NPM И Вот У меня Версия NPM 6 14 Что Что НPM Что Это За Package Manager Как Мы Уже С Вами Выяснили Как Мы Уже С Вами Выяснили Нода Делает Из JS Файликов Так Называемые Модули То Есть У Нас Каждый Файлик Этот Хранится В ноде Как Объект Мы 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 Выводили Консоль Лог Экспорт Ой Консоль Лог Модуль Вот Так Консоль Лог Модуль И Мы Видим Что Каждый Вот Тут Уже Нет Ошибки Даже И Дешка Видит Что Это Модуль Запускаем Наш Сервер И Видим Что Вот Это Такой Объект Модуль И Как Я Вам Уже Рассказывал На Занятии О Ноде Все Эти Модули Они Могут Быть Между Собой Связаны При Помощи Require Как Раз В Случае с HTTP И В Принципе Все В Случае с HTTP Мы Берем Встроенный Модуль В Самой Ноде Которую Мы Скачали То Есть Тоже Вот Такие Файлики Написанные Не Обязательно На В Скрипте Они Могут Быть Написаны На Если Это Windows Не Уверен Зачем Писаться На Других Языках Потому Что Они Взаимодействуют С Файловой Системой Они Взаимодействуют С Портами Вот HTTP Взаимодействуют С Портами Мы Имеем Доступ К Порту 80 81 А Для Этого Ему Нужно Взаимодействовать С С С Для Этого Конечно JavaScript Не Подойдет Потому Что macOS В Моем С Не Умеет Выполнять JavaScript Об этом Я тоже Рассказывал Все Эти Модули Как-то Переплетены И в итоге Мы получаем Вот В папочке Сервер Которую Мы Создали Мы Получаем Такую Программку Ну Программка Согласитесь Да У нее Есть Главный Файл Который Там Что-то Запускает У нее Есть Вспомогательные Файлы У нее Есть Какие-то Файлы С Там С Данными И Какая-то База данных Типа База данных Да То есть Это Такое себе Приложение NPM Позволяет Это приложение Упаковать В пакетик И с кем-то Поделиться Этим Приложением То есть Мы можем Взять Вот этот Сервер Я в принципе Могу Это сделать Да Я могу Взять Проинициализировать Здесь NPM Мы сейчас Будем Смотреть Только на Фронте Назвать Его Как-то Упаковать Его NPM Упакует И отправить На сервер NPM И он Станет Доступен Вот Прям На сайте NPM А вот Мы уже На сайте NPM Да И вот Здесь Я смогу Там Найти Громов Там Сервер Если Я его Так Назову Вот И вы Здесь Можете Найти То есть Абсолютно Все Пользователи Это Open Source Доступно Всем Человек Сможет Установить Себе Вот эту Папочку Сервер То есть Она Ему Скачается И Начать Юзать Вот эту Мини Программку У себя Начать Юзать Эту Мини Программку У себя Естественно Вот этот Сервер Никому Не нужен Да Но Есть Куча Других Таких Мини JS Программ Написанных Под Нодой Которые Выполняют Там Различные Действия Которые Позволяют Там Что Либо Там Проверять Улучшать Они Взаимодействуют С Системой Ну Сейчас Мы Будем С Чего Можно Улучшать Как раз Вот этот Самый NPM Пакетик Для Того Чтобы Пользоваться Всеми Благами NPM Всеми Этими Пакетами Которыми Мы Сейчас Будем Пользоваться Я Покажу Я Должен Сначала Проинициализировать NPM У себя Поэтому Я Пишу NPM Init Вот И Все Он Мне Такой Говорит Значит Что Он Мне Говорит Package Name Я Такой Говорю Окей Это У нас To Do Web Давайте Через Четочку Или Через Нижнюю Или Давайте Маленькими Тогда Будет Красиво Через Defeas To Do Web Да Замечательно Это У нас To Do Web Он Дальше Он Говорит Версия Версия У нас Будет 0 0 1 Description Тут Я Не Буду Сильно Париться Напишу Просто Вернинг To Web Вот Так Entry Point Entry Point Это В смысле С какого Файлика У нас Идет Запуск Всего Проекта Обычно Это Index JS Мы Напишем Index HTML Хоть Это Дико Конечно Но Все же Test Command Нам Здесь Не Надо Git Репозиторию Уже Подтянул Keywords Я Значит Web Learning Я Так Чтобы Красиво Было Автор Тут Вы Пишите Там Себя Или Команду Если Это Команда Вот Лицензия Лицензия По Молчанию Всем До Это Окей Он Тут Вводит Все Эти Данные Говорит Это Окей Мы Ему Говорим Конично Это Окей И Все Что Происходит Что Появляется Как Мы Видим У У У Появился Файлик Package JSON И В Принципе Все Что Изменилось Зайдем В этот Файлик Посмотрим Что У нас Здесь Здесь Собственно Вся Вот Эта Конфигурация Которую Мы Которую Мы Только Что Описали Вся Вот Эта Конфигурация И Keywords И Автор И Лицензия Все Вот Это Что Мы Можем Делать Теперь Теперь Мы Можем Устанавливать Какие Либо Какие Либо Программы И И И Использовать Их У Себя Давайте Начнем С Маленькой Абсурдной Программы Я Не знаю Сейчас Я Что Придумаю Там Даже Не знаю Какое Это Какое Это Самое Самое Просто Давайте Поищем А что Найдем Даже Ради Прикола Кто То Делал Что Это Такое Текст Самаризайшн Детилити Вот Что Она Делает Какая Ерунда Нет Это Нам Не Надо Это Не Ерунда Я Понял Что Это Но Это Нам Не Надо О Смотрите Даже Не Ерунда Нам Действительно Нужна Нужна Программа Которая Я Вам Говорил Помните Как Мы Генерим Как Мы Генерим Айдишник Здесь Мы Его Плохо Генерим Мы Берем Get Time Я Вам Говорил Что Если Чисто Теоретически Время Там Будет Нам Нужна Вот Такая Штука Она Скорее Всего Здесь Есть Да Вот Она Здесь Есть Это Тоже Аббревиатура Расшифровывается Как Universal Unique Identificator Да Собственно Что Он Позволяет Сделать Он Позволяет Собственно Сгенерировать Вот Такой Иди И Этот Иди Уникальный С учетом Энтропии То Он Никогда Не Повторится В Видите Посмотрите За Неделю За Неделю Ну Тут Викви Еженедельная Да 30 Миллионов Скачиваний Просто Вот Этой Программки Это Джесс Программка Это Действительно Джесс Программка Вот Сколько Она Версит Вот Лицензия То Здесь Все Описание Коллаборейтор То Разработчики Нам Нужно Ее Установить Вот Прям Как Здесь Написано NPM Install И Вот Это Все UUID Да Мы Пишем NPM Install И Говорим Это Название Программ То есть Она Такая Уникальная Везде Что 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 Сделали Эти Ребята Что Сделали Эти Разработчики Они Написали Вот Эту Программку На Джаваскрипте Подобно Так же Как Мы Написали Наш Сервер И Инициализировали NPM У себя И Опубликовали Ее Вот И Все И То Теперь Другие Люди Включая Нас Могут Брать Эту Программку И И И И Вот Смотрим Устанавливаем Ее Смотрите Она Устанавливается Вот Она Установилась Вот Edit One Package Что Мы Видим Здесь У нас Появилась Папочка Node Modules Node Modules Это Как раз Папочка Которая Хранит Вот Эти Самые Программки Которые Вы Устанавливаете Вот И Вот Этот UID И Вот Наша Программка И Вот Собственно Ее Файлики Если Мы Пойдем Дальше То Мы Увидим Что Здесь Тут Бинарный Файлик Ладно Фиг С ним А Вот Здесь Куча JS Файликов Смотрите И Вот Куча JS Файликов Вот Какой Это Индекс Файлик Вот Мы Заходим И Видим Что Это Программа Описана Этими Ребятами На JavaScript Подобно Тому Как Мы Делали Наш Сервер То Мы Так же Сама Можем Наш Сервер Как Папочку Опубликовать И Кто То Сможет Его Себе Стянуть И И И И Допустим Мы Там Напишем Документации Нужно Написать Там Not Not Amazing Сервер И он Запустит Сервер Типа Быстро И Вам Давайте Проверим Давайте Проверим Значит Как Это Использовать Использовать Это Просто Мы Конечно Не Сможем Это Использовать Прям На Фронте Но Как К пример Я Вам Покажу Сможем Использовать Как На Фронте Но Это Будет Чуть Позже На Десятом Занятии Значит Значит А Может И Сможем Надо Подумать Значит Значит, нам нужно затянуть эту программу сюда. Так же само, как мы делали на сервере. Так, тут я не включал помощник модуля. Мне не подсказывает. Мы просто пишем. Вот уже здесь он подсказывает. Мы просто пишем название этой программы из NodeModules. Ну, вообще, как она называется. И, по идее, он уже должен сработать. Он уже должен сработать. Так, единственное, что мы сейчас не сможем это в браузере запустить. Давайте. Да, мы сейчас не сможем это в браузере запустить. Сборщик можем. А сборщик вам еще сильно сложно показывать. Но я создам пока что тестовый файлик и покажу, как это работает. JavaScript файл тест. Нет, не надо, он не под гетон. Погнали сюда. И здесь напишем, значит, let или даже const. const. И здесь будет require. И наша самая программка. Вот она. И теперь мы выведем, что давайте мы создадим идентификатор какой-то. Просто вызываем ее. Там, по-моему, в документации именно так было написано, да? А, нет, тут вот надо. А, тут вот так. Даже надо все заимпортить. А тут она все через импорты. Ну, окей, окей. Значит, что, что, чем отличие импорт от required? Во-первых, про импорт я вам, наверное, закину. Уже самое время почитать. У Cantor это есть. Называется модуль. Вот оно. Тут всего три. Всего три параграфа, да? Введение, экспорт, импорт и все остальное. Это то же самое, что required. Но в модулях можно вытащить, то есть, если required затягивает всю программу, то в модулях можно вытащить часть программы. Написать там, либо вот так, да, это деструктивное присваивание, либо s писать, вот как они в доке пишут. И вытащить только часть программы. Об этом почитайте самостоятельно просто. То есть, что мы здесь говорим? Мы говорим, что вытащи вот в эту переменную вот такой модуль из вот этой папочки. Окей. Вытаскиваем. И теперь говорим id версия 4. На самом деле, вот здесь мы могли написать что угодно, хоть тест, это наша переменная. Я уже как в доке сделал. И давайте выведем console.log. И запустим у нас вот здесь этот файлик. Вон у нас скрипт, находится тест. Так. Говорит, на импорт все-таки ругается. Блин, а что ж она импорт ругается? Дайте подумать. А вот сайты модуль. А чего ты взял, что это не модуль? Импорт сайты, а вот сайты модуль. Хорошо. А если через required, как тебе заюзать? Давайте. Так, я что-то не понял, что он не хочет импорт юзать. Говорит, что мы не в модуле. Но мы ж в модуле, файлик.js. JS. Кломат.js. Экмоскрипт, модуль, синтекс. Но мы подойдем на скрипт, модуль, синтекс. Чем нет? Странно. Это надо гуглить. Это погуглю без вас. Окей. Просто что, время не тратить. Вот так должно заработать, по идее. Да, заработало. Вот, то есть мы видим, что у нас генерировался ID. Мы видим, что у нас генерировался ID. Почему я не смогу это использовать сейчас у нас в программе? Потому что вот этот скрипт, он выполняется в браузере. Он выполняется в браузере. Естественно, у нас в браузере не будет нод модулей, не будет этой программы. То есть мы не сможем, мы получим ошибку, да? А вот. И это можно все сделать, чтобы у нас сборщик выполнял все эти действия и все это работало. Но это чуть позже, это уже сложнее. Давайте пока что поговорим о более простых вещах, которые выполняются самим разработчиком. Так, значит, вот мы увидели, да, что мы взяли из нод модуль, затянули сюда наше приложение. Какую-то программку, UUID. И с помощью нее мы теперь можем генерировать вот такие ID-шники. Просто вызывая их, да, и она возвращает нам ID. Это удобно. Это удобно. Хорошо. Какие программы нам могут понадобиться? Существуют разные программы, которые автоматизируют разработку веб-проектов. Ну, не только веб-проектов и серверных проектов. Называются они task-менеджеры и сборщики. Сборщики это как раз вот программа, которая выполняет кучу файлов, кучу модулей. Все это собирает в один JS-файлик и в итоге вы его подключаете к HTML. Так работают приложения на React, на Angular, на Vue в том же. Мы это сейчас не рассматриваем, но просто так в двух словах вам говорю. То есть там есть куча файликов, куча модулей. Все это выполняется один раз. Вот подобно тому, как мы серверы запускаем при запуске. И выполняется все это один раз. И этот файлик уже со всеми выполненными зависимостями подключается к HTML. Но об этом потом, это сложно. Сегодня мы рассмотрим более... Ну как, не сложно, но все постепенно. Сегодня мы рассмотрим более простую штуку, которая называется task-менеджеры. Значит, task-менеджеры это такие программки, которые позволяют создавать, вот как раз используя эти же мини-программки на JavaScript, которые NPM предоставляет. Делать какие-то полезные для себя штуки. Так, здесь нету какого-то описания. Ну ладно, хорошо, нету так нету. Два самых популярных task-менеджера это Gulp и это Ground. Значит, что они делают? Мы рассмотрим на примере Gulp, потому что он все-таки популярнее, и мне в практике он чаще встречался. Они принимают какие-то входные данные, что-либо делают, и возвращают нам результат действия. То есть, пример обычной функции. То есть, на примере веб-разработки, что это может быть? У нас есть JavaScript файлик. Мы хотим его мини-эффицировать или проверить на ошибки. Или у нас есть там изображение, вот они, видите, пишут TypeScript. Это вот синтексический сахар на JavaScript. То есть, это такой как бы JavaScript, в который добавили функционала. Но браузеры его не понимают, потому что браузер умеет читать только чистый JavaScript. Разработчики могут писать на TypeScript и с помощью Gulp'а преобразовывать этот TypeScript в JavaScript. Или, допустим, могут использовать PNG-картинки, да, и с помощью Gulp'а ужимать их, ну, то есть, делать их меньше по размеру или даже конвертировать их в другие форматы. Потому что вот в WebP, допустим, это формат уже следующего поколения, он лучше, чем PNG, но он не во всех браузерах поддерживается. Вот. Или мы можем использовать какие-то шаблонизаторы, но это уже посложнее, и в итоге получать HTML. Давайте, короче, на примерах смотреть, так будет понятнее. Нам нужно установить сам Gulp. Устанавливаем npm install gulp. Вот у нас устанавливается gulp, устанавливается gulp. Достаточно долговатенько, кстати, устанавливается. И здесь вот сейчас будет забавно, я вам покажу. Если UUID, это одну программку мы скачали, и как бы все, вот она сама себе самостоятельная. Сейчас вы видите, что с Gulp'ом произойдет. Так, вроде говорит, установил gulp в версии 4.0.2, вот, и добавлено 320 пакетов. 320 пакетов. Что это значит? Посмотрим нашу NodeModules папочку, и видим, что у нас добавилось 320 новых программ. Почему так произошло? Потому что Gulp внутри себя, как программа, использует в зависимости на другие 320 программ. И они, естественно, тоже скачиваются, потому что он без них не может работать. И вот у нас package.json, а нет, package.log даже, по-моему, package.log, да, это все описано. Значит, вот у нас есть to-do-web, и от каких пакетов он зависит. Ну, на самом деле, потому что мы здесь, у нас есть, вот, gulp, и вот написано, что gulp требует вот эти 4 пакета. Поэтому NPM докачивает вот эти 4 пакета, а дальше мы идем, допустим, в этот пакет. То есть вы даже не будете знать, что они все делают. А он требует вот эти пакеты. И вот это вот начинается от зависимости, когда веб-разработчик разрабатывает при помощи NPM. Да, то есть вы видите, вы всего лишь установили программу, о, у вас тут папочка просто разрослась для жути. Вот, но это как бы норма, так во всем мире все работает. В принципе, в принципе, это не какой-то там костыль. Окей, мы установили gulp, значит, у нас не появился gulp-файл. Давайте создадим в корне так называемый gulp-файл. Это же JavaScript-файл, в котором мы будем описывать, собственно, задачи для gulp-файл. Так, я, если честно, это уже даже давненько не делал. Сейчас, наверное, тупить буду. Ну, пусть будет под гитом. Значит, что нам надо в gulp-файле? В gulp-файле нам надо... Что нам надо? Нам нужен сам gulp, наверное. Это верно. Так, чуть уменьшу, что я сильно увеличу. Const gulp. Почему я говорю, что я это давно не делал и сейчас буду тупить? Да потому что они так обновляются. Там уже сейчас вся документация изменилась. То, что я буду делать по памяти, оно просто не будет работать. К сожалению, это все обновляется очень быстро. Самое страшное и печальное, так это то, что когда обновляются вот эти все пакеты, у вас может сломаться приложение. потому что изменился где-то там способ написания или еще чего-то. И такие случаи частенько происходят. Так, я хочу включить нод нод ассистент, чтобы оно мне подсказывало. Тр-т-т-т. Вот, да. Кодинг. Да, для вот этого. Сконфигурируй мне, пожалуйста. Есть такое. Все. Теперь ты не должен ругаться на required. Да, не ругается. Хорошо. На required, вернее. Так, пойдем в наш галп mpm, который мы скачали. А то мы его скачали, а доку еще не видели. вот он наш галп и значит что у нас здесь написано, ну вот это я сделал да, это я сделал и сколько здесь сразу всего подключили давайте начнем с чего-то простого давайте начнем с какого-то минификатора javascript minify minify.js кстати вот aglify.js, достаточно популярный хотя давайте не идти на поводу популярности, возьмем первый или все-таки второй ой какой тяжелый выбор этот год назад ой да надо, ой это я не то вообще я на галп смотрю ё-моё два месяца назад восемь дней назад, это значит что новая версия, типа ну ладно, давайте я его когда-то использовал вот естественно мы видим что ну это npm, этот нам не подойдет кстати нам не подойдет мы установили галп при помощи npm теперь нам надо пойти вот сюда на галп и вот здесь поискать этот aglify то есть тут конечно начинается сейчас зависимости значит которые будут вас пугать при помощи npm мы установили вот эту программу галп это task manager в которую мы можем устанавливать уже модули самого галпа чтобы он что-либо делал то есть сам по себе как бы галп он ничего толком не делает но мы можем написать тут кстати просто я вам покажу вот для примера галп src вот то есть мы возьмем значит с папочки с папочки с папочки scryptc как там наш файл называется main.js вот эти все методы вот то что я src взял это тоже если можно читать в доке вот тут quick start скорее всего будет вот они даже показывают что надо node version проверять то есть тут вообще прям для новичков для новичков это конечно приятно и такой себе пример creating tasks вот это уже поближе но тут сразу сложно а можно пожалуйста что-то попроще эквариатюрный src pipe dest ну вот давайте просто да переместим файл значит так дальше у нас есть еще один метод называется pipe ну это от pipeline сокращение да сокращение от pipeline и тут мы прям в него внутрь прокидываем метод destination это dest да и говорим значит что положись в папочку я обычно dis называю и здесь давайте там напишем он main назывался называемый script js так только нам надо это все написать хотя он может и так выполнить но я не уверен давайте проверим нот нет не выполнит так не выполнит не выполнит нужно задать создать для него все-таки задачу на функции перешел что ли да он перешел на функции ну хорошо окей на функции так на функции тогда создадим function назовем эту task вот здесь все вот это выполним так я не понимаю почему он тест до сих пор не видит тест он по-любому должен видеть а галк тест блин я понял вот и значит exports exports вытащить ее так а может и так смогу просто запустить давайте проверим напишем галк тест команд над фаунд нет не видит значит надо ее все-таки импортировать видимо так ну давайте проверим ну давайте проверим экспорт тест не все равно не видим раньше можно было прям задачи выполнить версия 4.0 simple.file.js вот define default task that can be called а вот надо ее в default все default записать читать доки надо просто и вот теперь она должна запуститься у нее все равно говорит что ее нет и вот тут это начинает меня раздражать just running а он говорит галп команд над фаунд блин что я туплю а что ты галп не видишь галп он не видит потому что он же в модулях в модулях говорит так я даже тут не стучусь в этот файлик 3 часа мочусь я не стучусь в этот файлик скорее всего нужно будет брать его прям с not модулей сейчас я вспомню этот путь ну как вспомню после 3 гугли но глобально смотрит так галп команд над фаунд а или установить его глобально в принципе по разному да но можно взять нет отсюда не тут и глобально ага должен быть установлено глобально и локально что имеется ввиду то есть он у нас сейчас установился в нот модули для проекта нам его нужно установить в систему чтобы он был виден с любого места потому что сейчас вот с этого терминала система не понимает что мы стучимся именно с туду она начинает идти выше и не видит этот этот галп то есть не видит этот нот модульс короче решается это все просто тем что мы пишем npm install gulp так как мы и писали это можно было в принципе нужно было сразу сделать и ставим флаг минус g то есть установи глобально так что я имел ввиду ну что я имел ввиду где я это написал npm install gulp минус g верно же я написал верно или там ошибка какая-то выглядит так как будто я печатался а все вижу да я пропустил буквы теперь понятно install и теперь проверим есть ли он нет его наверное не будет да его не будет потому что локально я не могу его поставить говорит нет прав записи это нужно от имени администратора запускать на macOS это выполняется при помощи команды sudo если вы с винды то вам нужно запустить терминал от имени администратора то есть командную строку клацать эти правые кнопки там есть запуск от имени администратора npm install gulp global вот он у меня спрашивает пароль и вот теперь должен установить модулей конечно он запрашивает вот теперь он говорит значит добавлено 320 пакетов в глобальную область видимости то есть чем отличается мы могли в принципе это сделать по другому мы могли ему сказать пойди с корня в node modules вот так пойди с корня в node modules дальше там скорее всего в папочку bin то есть короче найти этот галп файл именно у нас вот здесь в проекте и запустить его оттуда галп но это не совсем удобно не совсем красиво прикольнее если мы просто пишем галп и что-либо запускаем для того чтобы мы просто могли писать галп он должен быть установлен в систему глобально а не только в этот проект то есть в данный момент он установился у меня users local library вот libraries node modules gulp ну то есть он виден с любого проекта теперь и это удобно теперь мы можем написать галп и увидим что увидим какую-то ошибку уже вот в нашей 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 таске дефолт значит starting дефолт дефолт у нас запускает функцию тест запускает функцию тест и здесь у нас функции тест значит какая-то ошибка файл not found вот этот файл не был найден наверное путь надо вот так указать read-only file system что я здесь должен что ли отсюда запускать это не прикольно или гаврили создать папочку нет прав на создание папочки разве все нет просто тоже надо было сказать потому что он имеет право создавать папочки только в этом проекте вот и все значит всеми этими страданиями доками и всем остальным что мы сделали значит мы создали гавн файл вот тут даже сразу иконочку ставит это файл который будет выполнять наши задачи при помощи галпа тут мы описали функцию которая делает что значит мы берем галп src берет файлик из какой-то папочки в данном случае мы взяли папик мы взяли файлик main.js из папки скрипт pipe это как бы следующий это как конвейер знаете вот мы взяли вот этот файлик и дальше вот конвейером мы сейчас будем видеть мы дальше будем вот этими пайпами на каждом шаге что-то с ним делать в данном случае мы сделали простейшую штуку мы взяли этот файлик и положили его в папку назначения dist script.js что мы видим галп даже сам создал папочку за нас и положил сюда в папочку script.js наш наш main а так а что мы а это папочку он так назвал не так не надо так некрасиво using file ok я не могу и дэшкой удалить эту папку прикольно прикольно сейчас что-то у меня тут прав конечно а вообще всю папочку dist я могу удалить ridon или статус как это ridon или статус у дэшки вообще не могу понять окей сейчас я пойду ее удалю прям с системы блин у меня даже отпечаток пальца спросила чтобы папку удалить окей хорошо и запустим еще раз вот причем по-моему без суда могу просто галп запустить это уже перебор да вот значит он запускает таску по дефолту выполняет ее 17 миллисекунд вот пишет и что он сделал он взял этот файлик просто положил в папку destination обычно в проектах есть две папочки папочка которая называется и давайте так и сделаем чтобы сразу было правильно папка которая называется src это сокращенно source то есть файлы исходники и вот мы в src поставим скрипты в src поставим стили теперь у нас есть папочка src в ней скрипты в ней стили тест в принципе можно снести отсюда все это скрипты и стили нашего приложения есть папочка destination в которую тоже ставятся скрипты и стили но уже после какой-либо обработки в данном случае у нас здесь никакой обработки нету все что у нас происходит это просто пошел пошел сюда взял вот эти файлы и положил их в другое место давайте назовем эту таску scripts потому что она все-таки работает со скриптами вот и мы по-моему даже можем вот так написать значит возьми все файлики все файлики с разрешением JS из этой папочки то есть звездочка здесь означает такую штуку сейчас проверим сработает ли это нет не сработает что он говорит значит а тест понятно может и сработает но я не переименовал задачу да сработало то есть он пойди сюда возьми в этой папочке все файлики JS JS с любым названием главное чтобы разрешение JS и положи их в destination и вот он собственно это и делает пока что ничего сложного если я здесь зря я этот скрипт удалил создам еще какой-то файлик JS и опять запущу эту задачу то он и тест JS сюда положит положит говорю говорю положит а я знаю что он его не ложит он просто умный зараза он видит скорее всего что этот файл пустой и не ставит не ложит пустой файл туда а если не пустой файл ну давай или он даже настолько пустой по твоему хорошая функция возвращает число 2 что тебе не нравится блин да что ж ты не ложишь все файлики с разрешением JS а блин у нас что ж я туплю он и этот сюда не ложит сейчас блин я теру опять удалить не могу ладно пофиг у нас же поменялось поменялся путь к этим всем вы поняли короче путь к этим файлам я шсрси папочку добавил ох тут я сегодня вот и теперь значит что мы видим все равно все равно я не вижу этот файлик здесь так ты же взял src понятно не взял а что ты кстати не ругаешься что у тебя путь неправильный галп гист скрипт tsjs permission deny open а зачем тебе блин permission чтобы открывать этот файл я не понимаю сюда запустил все окей и вот у нас появился этот файлик у нас появился этот файлик то есть ему абсолютно все равно что там лежит в этой папочке он берет все файлы и перекладывает их в другую папочку естественно перекладывание файлов это не очень интересно и как бы нам не надо а интересно кстати он удалит этот файл я не удалил удалим мы его вручную чтобы он там нам не маячил этот тест блин он реально для удаления этого файла спрашивает спрашивает отпечаток пальца надо погуглить что после обновления он прям так сильно запрещает файлы удалять окей естественно просто прикладывание файлов нам не интересно поэтому давайте как-то немножко разнообразим разнообразим эту штуку значит что нам бы хотелось было бы неплохо проверять эти файлы на ошибки ну в нашем случае одним файл да пойдем посмотрим что у нас есть в галпе для этого ну-ка допустим ESLint если ESLint у галпа no results for ESLint окей окей ну хорошо хорошо давайте начнем хотя бы ну то что мы хотели с минифицирования да с минифицирования файликов а вот блин что ты не ищешь здесь надо искать я понял теперь я понял минифай аглифай умножено clean.css aglify.js а просто вот галп аглифай но он у нас что делает минифицирует javascript скрипт при помощи вот этого скрипта значит установка чтобы не тратить время я просто скопирую пойду и установлю установлю говорю скопируем что значит save дэв ну давайте я напишу чтобы еще показать save дэв npm install два минуса save дэв вот эта вот команда она противоположна флагу этот флаг он противоположен флагу минус g то есть глобально если мы говорили галп установи глобально вот там где-то в папочку users чтобы все проекты его видели то save дэв говорит о том что мы эту программу устанавливаем не глобально для всех проектов в какой-то нод модуль под users а только вот сюда только в нод модуль с этого проекта save дэв и как он там назывался галп аглифай да галп правильно написал это даже очень хорошо все он вроде установился да добавлено 7 пакетов вот скачали 1 добавлено 7 ну и сразу мы смотрим в доку значит вот вот так раньше таски создавались вот это вот я же говорю что они на функции перешли тоже мне не нравятся мне функции хочу все делать на этих ну ладно короче пофиг и тут все просто мы берем этот глоб аглифай затягиваем ну давайте мы конст юзаем у нас все прям по правилам и говорим аглифай 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 просто без д и говорим здесь галп 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 аглифай то есть затянули затянули сюда этот эту программу и вот здесь теперь судя не туда вставлял теперь понятно ну хотя здесь курсор стоял ну ладно теперь по доке у нас что мы просто берем в SRC что-либо но тут не так это тут оно в этом блин вот эти расхождения док здесь для старой версии дока блин там для новой версии дока скорее всего там будет скорее всего оно здесь вот так не сработает просто ну однозначно не сработает тогда напишем вот так должно сработать все то есть еще один шаг мы взяли файлы мы сделали аглифай с ними то есть минифицировали и мы их положили в нужное место ох давай сработай пожалуйста потому что как видите я так без доки писал просто вот вот того как вот она уже говорит здесь что у меня синтаксическая ошибка в файле то есть в принципе сама таска сработала это следующий шаг я вызвал аглифай прост тут к сожалению другой синтаксис в доке и он мне в принципе больше нравился возможно мы сейчас даже на это перепишем потому что таски мне реально больше нравились непонятней чем функции сейчас я покажу вам он говорит значит он спекте токен на на третьей строке у нас файле мэй джи с действительно действительно такой умный парень да или нет а нет это у нас все было правильно стоять правильно же а что ж тебе тогда не нравится дубликейт и какой дубликейт 316 линий задублированы какие ресурс наследие задублированы о чем ты говоришь вообще тут он говорит значит неожиданный токен ожидается точка запятой как тут может ожидаться точка запятой что он не понимает вот это то что мы сделали инкапсуляцию с помощью ES6 хотя у меня даже EDE показывает а нет уже не показывает что в этом файле какая-то ошибка дубликейт код фрагмент о чем а это вот здесь дубликейт все теперь понятно что имеется хорошо что говорит EDE мы поняли теперь осталось понять что говорит галт все нет не все первая линия шестая это самое ничего не понимаю а значит имя app ожидается точкой запятой где же здесь может быть точкой запятой что ты хочешь вообще не понимаю странная штуковина я думал что это будет лучший плагин угол вместо использования глупо и джесс заюзайте тер сер какой-то а только ES5 синтекс окей а ну тебе расскажите здесь об этом написано углифай GS3 ну в принципе да он как бы человек который не знает этих мешков я это пропустил теперь понятно только GS5 то есть он классы вообще не понимает хорошо углифай нам не подходит не подходит так а раньше что же я использовал углифай я там не писал классы разные интересно интересно вот этот вообще все минифицирует ну давайте давайте его посмотрим galp минифайер надо его установить так я скачал не скачал ну вернее не скопировал npm install savef а что ты скачал я же не вставил ничего он что-то скачал вот так устанавливаю так здесь можно тогда откатиться раз я понял что произошло блин как углифай не понимает es6 синтаксис хотя на самом деле здесь можно было сделать здесь можно было сделать даже правильно если он не понимает es6 синтаксис в принципе как и internet explorer не понимает то есть то что мы здесь вот это пишем классы и куча всяких стрелочных функций и всего остального это в internet explorer работать наше приложение не будет и мне кажется что даже правильнее будет тогда транспилировать его что значит транспилировать есть специальные программы транспиляторы ну я в принципе вам это показывал да показывал вам это на первом курсе вебель допустим который берет es6 синтаксис и превращает его в es в es5 синтаксис только надо это искать не в npm надо это искать в gulp поиски плагин сейчас все будет наверное это они в npm можно мне сайт gulp просто как я туда вышел вообще ищем плагины есть у нас тут бейбель для галпа галпбейбель есть замечательно все что он делает у нас это он берет и транспилирует по код верно да вроде окей погнали галп бейбель так установился затягиваем его сюда const бейбель равно required require gulp бейбель и давайте его запустим вместо aglify посмотрим транспилирует ли он ой-ой-ой-ой не та команда не та команда cannot find модуль бейбель бейбель core окей а что ж ты его для себя не установил вот здесь мы его запустили да что ж ты его для себя не установил еще разочек закончил закончил выполнение ну он что значит он ровнулся тут если это кажется все сложно но тут если вы будете считать новички когда начинают это все использовать их очень сильно пугают ошибки то есть вот что-то не получилось там что-то сделал выпала ошибка все как бы пипец что не получается просто читайте что он вам говорит вот я запустил галп да он мне говорит значит не могу найти модуль бейбель core не знаю почему бейбель для себя не установил его в смысле галп бейбель да мог бы его в зависимости поставить все-таки я взял установил этот модуль бейбель core как вы видели вот просто установил этот модуль у него еще название собаки начинается вот и все заработало и давайте посмотрим теперь и что мы видим странпилировал ли он что-то я если честно не вижу чтобы он что-то странпилировал значит я вижу что у меня все отработало в принципе все отработало dist script main.js но тут я явно не вижу никакой транспиляции или все-таки тут есть транспиляция давайте напишем что-то такое что он точно транспилирует хотя он вот эту вот уже должен был транспилировать саму скобочку саму скобочку не вижу транспиляции ну-ка пойдем в наш тест файлик опять его соблюдим тест мжс чтобы убедиться напишем здесь какой-то ну прям очень очень есть 6 код с деструктивным присваиванием да 3 5 тогда и let ab равно 2 деструктивное присваивание вытащили в переменные a и b значение 3 и 5 и запустим его посмотрим транспилирует ли он файлик тест появился но транспиляции нет окей а че ж ты не транспилируешь где наша дока пресеты здесь указывают но мне же пресеты в принципе не обязательно здесь вот кстати написано что надо бейбелькор установить просто кто же читает да и написано что надо пресеты установить вот а я спешу ну хорошо давайте установим пресеты тоже в принципе это у меня уже установлено достаточно только пресеты установить пока не устанавливается я скопирую значит конфигурацию запуск вот так так вот так вот так да установилась установилась идем в голову файл и добавляем значит настройки options есть такое дело запускаем галп что-то сделал проверяем вот вот теперь произошла транспиляция значит что мы видим он взял наш DS6 и превратил его DS5 то есть то что будет понимать интернет explorer 11 то есть наш код теперь вот этот ES6 сейчас увидите смотрите сколько у нас здесь теперь посмотрите как он выглядит ES5 хоба страшно естественно это никто ничего с этим не делает тут куча того что не поддерживалось E11 переписано так чтобы E11 это понимал разработчики работают в папочке source запускают таски и эти таски транспилируют эти файлики сюда естественно логично что теперь в index.js мы должны поменять пути на dist берем стиль из dist dist она у нас называется да и берем скрипт из dist и проверим кстати работает ли наше приложение стиль только что-то мы не захватили а потому что стиль еще мы ничего с ними не делали да стиль еще должны браться со старой со старой то есть source src вот и мы видим в принципе что по идее ничего не работает ну сервер я разве сервер выключал ну да действительно я сервер выключал все равно говорит сервер не отвечает а он говорит не найден файлик dist scripts main.js как как-то не найдем can't resolve а скрипты блин вот зараза а тут она кстати scripts нет это не здесь надо исправить это надо исправить вот здесь положи сюда сейчас он создаст еще одну папочку вот видите я создал еще одну папочку и проверяем 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 вроде все окей карточка создается то есть несмотря на то что мы подключаем минифицированный ну не то что минифицированный а транспирированный код вот смотрите я пойду и в source посмотрю что мы подключили вот что мы подключили, ну даже давайте не в сорсах чтобы вообще вот, вот это открою в новой вкладке, вот мы подключили ES5 код наше приложение все равно продолжает работать так как мы ожидаем, все работает окей, вот теперь вот теперь мы можем добавить еще один шаг шаг Aglify, то есть минификация и теперь скорее всего она должна сработать почему? потому что здесь как конвейер идет, я вам говорю, GAL взял эти файлики потом он их транспилировал на следующий шаг они уже попали транспилированные и уже Aglify будет работать с ними с транспилированными поэтому по идее не должен рухнуться и не рухнулся проверяем, сменифицировались они или нет не сменифицировались это я в сорсах но все равно не сменифицировались, почему? 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 а, я опять туда смотрю фу вот, сменифицировались так, а вот эти надо удалить сейчас я удалю эти папочки чтобы они нас не отвлекали блин, да зачем тебе прям мой отпечаток пальца? что же это такое? я уже не могу ничего сделать на своем компьютере вот, это лишнее не удалю то есть мы видим, что файлик JavaScript он транспилировался а потом сменифицировался и несмотря на это наше приложение все равно будет продолжать работать то есть смотрите карточка добавляется добавляется но если я посмотрю какой скрипт у нас подключен то вот что у нас подключено и такой скрипт вы увидите на большинстве сайтов а зачем это делать? зачем это делать? ну, во-первых во-первых, этот скрипт занимает меньше ну, весит меньше и это позволяет нам быстрее изображать страницы если вам кажется, что это все ерунда то на самом деле я не уверен, что он там прям вес показывает на самом деле это действительно сильно оптимизирует сайты вот если я возьму наш а, я даже могу в принципе, смотрите чтобы вообще по-честному пойдем просто вот сюда и посмотрим сколько весит наш файлик в SRC скрипт он у нас весит 8 килобайт и посмотрим сколько весит файлик минифицированный 7 килобайт на самом деле не так сильно много как прям ожидалось но все же сменифицировался когда большие проекты где очень-очень много скриптов то там в принципе могут сэкономить там до 100 килобайт вообще оптимизация скорости загрузки страницы очень сложное дело и там борются прям вот за каждый килобайт потому что вырвать его очень сложно поэтому это нормальная практика и в принципе куда бы мы ни пошли мы везде увидим минифицированные скрипты вот даже если мы пойдем на тот же WinCentral да, наш и откроем какой-то скрипт который здесь подключается любой не знаю сейчас найду сейчас найду только чтобы он был наш да, или давайте не наш чтобы опять же было честно вот какой-то Clicktail это аналитика да открываем его в новой вкладке и видим что он минифицированный хотя это вообще не наше решение это решение Clicktail да если мы посмотрим там вот допустим Criteo это тоже не наше решение сторонний скрипт интеграция в смысле и откроем его он тоже будет так где он делся а Clicktail где он делся хорошо давайте пиксель Амазона посмотрим вот он тоже минифицирован он вообще в одну строку если видите да ну сейчас я открою как я тут открывал и мы увидим Open New Tab вот то есть все скрипты минифицируют это общепринятая практика и мы в том числе наши скрипты вот допустим я найду что-то найду Essential вот это наш скрипт и он тоже минифицирован хотя пишем мы его в Source не минифицированный естественно но потом он транспилируется минифицируется это у нас правда происходит сборщиком Maven но это отдельный разговор здесь мы видим как с помощью Task Manager мы можем это делать при помощи галп файлов то есть мы идем пишем пишем наши наши файлы в Source вот в адекватном виде есть 6 используем не минифицированное потом мы запускаем галп и он создает такие файлики которые в итоге подключаются значит первый первый пункт зачем это надо это для оптимизации скорости загрузки страницы второй пункт за который меня спрашивали как сделать так чтобы там код был что-ли менее понятен на фронте потому что типа как же безопасно но на самом деле мы не можем вообще скрыть JavaScript файлики на фронте все что мы отдаем пользователю у него есть к этому доступ и даже если мы их вот так сминифицируем то есть инструменты которые позволяют ну анминифицировать что ли то есть сделать это в обратный процесс то есть тут скорее всего минификация ну тут скорее минификация больше используется как раз для оптимизации хорошо значит есть у нас JS да есть у нас минификация есть у нас транспиляция это мы сделали что бы еще можно было бы сделать давайте вот там я видел когда искал оставим пока что скрипты и посмотрим в сторону посмотрим в сторону где у меня опять галп делся да что ж я его постоянно закрываю посмотрим в сторону CSS там был какой-то clean CSS я видел галп clean CSS окей меня устраивает что ты делаешь а где тут описание simple just just simple галп плагин говорит чистить CSS ну видимо от дублирующихся свойств возможно возможно ну да ладно хорошо а вот он еще добавляет префиксы я уже вижу да то есть для ей 8 префиксы добавляет ну хорошо давайте давайте посмотрим его и поиграемся немножко с CSS теперь идем идем сюда значит устанавливаем опять устанавливаем опять пакет save day только теперь устанавливаем save day только теперь устанавливаем понятно я все скопировал вот так не надо выходим отсюда выходим говорю и устанавливаем так 6 пакетов установлено все окей значит в чем разница теперь так этот тест если честно я бы удалил воздражает он меня и отсюда тоже все снес идем в наш галпфайл и пишем значит новую 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 задачу которую мы назовем styles будем брать файлики значит src styles так так там называется да styles все файлики которые с разрешением css и значит что мы будем с ними делать тут естественно нам не нужен ни baby ни aglify но они в принципе здесь и ошибку выдадут потому что они умеют работать только с gs файликами а здесь нам нужен как раз наш clean.css да clean.css окей копируем вставляем только нам вот это в совместимости 8 не нужна в принципе а где а где дока ваша вот clean.css options посмотрим что они тут умеют что они умеют ох ты ж явная можно с примерами чтобы это было побыстрее вот default значит интернет explorer 10 совместимости мне подходит о вот они все да вот собирает все свойства бэкграунд в одну это удобно значит control color optimization видимо все цвета ставят в один в один формат селектор имминифицирует такое короче что-то бы поинтересней вот zero units уделяет пиксели я так понимаю ну давайте давайте сейчас мы это тоже поставим чтобы colors где кстати этот ага это у нас свойства объекта вот как раз вот этого да значит здесь надо поставить запятую так чтобы читабельнее было и оставить вот эти посмотрим будет ли он удалять будет ли он удалять у нас пиксели нулевых значений и добавлять префиксы для всех браузеров включая интернет explorer 10 так но нам его надо сюда затянуть const clean css равно acquire gulp clean css затянули затянули его сюда так и что ну давайте в дефолт поставим styles мы сейчас сделаем чтобы это все было прям красиво пока что просто потестить и запустим наш gulp ну вроде говорит все окей проверяем если у нас паточка styles а блин удобно скрипты поставили да сфаль блин вот зараза сейчас я его тоже снесу некрасиво все снес нету так что нам надо сделать теперь нам надо опять запустить запустили и вот появилась style смотрим как выглядит наш стиль ой он даже их сразу минифицировал какая красота минифицировал это да хорошо ну давайте посмотрим префиксы что я не вижу чтобы он их добавил неужели все эти свойства поддерживаются а вот что касательно ну минификация это прям видимо такой бонус бонус а что касается если я добавлю допустим margin right там 0 пиксель вот этот 0 снесет он или не снесет то что я включил свойства проверяем да снес вот пиксели снес то есть это работает оставил только 0 вот ну и вот вы видите что вы можете установить этот клиент css и настроить его в принципе на кучу различных вещей которые он будет делать для вас делать для вас он тут даже e7 hack но зачем это надо кто еще поддерживает вообще интернет explorer всем это же блин бредятина полная полная бредятина ну 10 еще ну это это просто потолок о вот формат options это прикольно ну-ка допустим скажем формат beauty как он будет это показывать ну это тоже такое как бы тут вы можете в принципе делать чтобы он исправлял ну не стиль для браузера да он там браузер может минифицированный стиль отдавать а чтобы эта задача именно ваши стили ну сейчас я покажу делала красивые так сейчас мы добавим сначала посмотрим что такое beauty стало прям интересно или выпускаем и смотрим ну как сказать у нас даже по моему по beauty стиль было а вот даже можно расставить как будут ставиться эти отступы там после правила до правила все здесь настраивается формат полностью настраивается пробелы after last property 7 колон точка запятой короче тут много что такое оптимизейшен много различных различных настроек которые можно естественно все их показывать вам не буду пример понятен то есть все это вы настраиваете вот здесь goldfile вот здесь properties да смотрите куда это сувать вот level это что-то отдельное и а вот тут можно минифаль отдельно вообще указать и это все работает но это тоже такое то есть можно сделать просто чтобы где-то там было давайте вот этот сборка мне понравилось это реально удобно background clip merging size merging short hand одеясь что у нас еще есть такое допустим для паддингов или маржинов будет удобно вот level 2 но default to true то есть оно уже должно собирать ну давайте это проверим я пойду в наш css файлик margin right margin left там добавлю 0 ну в принципе вот давайте два свойства уже должен собрать и посмотрим на выход не не собрал не собрал все обман или мне все-таки нужно указать level 2 вот так оно то по умолчанию стоит но нужно включить этот уровень оптимизации я понял level 2 запускаем и видим что не все равно не собрал вот зараза внешне обязательно прям все писать чтоб ты собрал да margin top margin bottom margin да все надо писать чтоб он собирал но это видимо где-то настраивается то есть видите да значит я написал я написал в стилях 4 свойства а он взял и собрал в одно свойство margin написал ну естественно браузер в гофе как там будут свойства написаны но опять же ничто не мешает вам сделать это правило сделать это правило для вас то есть сделать вот так чтобы он ложил это туда же ставил спродублировал чтобы он ложил это туда же и вы вот разрабатываете что-то написали вот это запустили правило и бац он взял все ваши коряво конечно справил два пробела поставил фу не нравится но это все можно настроить то есть вы пишете стили потом вы запускаете эту штуку она сама проверяет всякие дубликаты собирает эти свойства там можно вообще настроить чтобы оно сортировало их по алфавиту или сортировало их по по значению там типа все маржины все отступы в одном потом пробел вот так я такое видел но сейчас не буду играться это все можно сделать как ваша душа пожелает то есть он там берет все отступы комбинирует вверх потом ставит пробел дальше тут пошел там дисплей боксайзинг все остальное потом опять поставил пробел пошло там допустим все что связано с бэкграундом это прикольно в принципе это удобно потом для разработки окей хорошо как запускать сразу два сразу два правила потому что мы видим да мы поставили в дефолт поставили в дефолт мы теперь запускаем либо то либо то это неудобно не будем же постоянно править в этом их новом синтаксисе давайте посмотрим давайте посмотрим как это скомбинирует я знаю как это сделать с тасками еще когда я последний раз показывал студентам галп он был на тасках а теперь они взяли да нет давайте шимпием ну е-мое теперь они перепелили его на функции синтаксис немножко изменился но суть осталась та же так ну они тут видите даже кстати пути выносят красиво и это правильно это правильно чтобы не писать это я здесь пишу вот так вот пути в скобочках ну в принципе так чтобы вам было понятно что здесь чтобы вы не путались но может сейчас это тоже сделаем значит это вообще замечательно это сейчас сделаем вот значит галп сериас позволяет нам запуская какую-то задачу запускайте две прям как у нас называется блин аж хочется скопировать я это не специально делаю просто так вышло значит билд он параллельно запускает склин склин это отдельная задача параллельно запускает склин стайл и скрипт ну у нас давайте будет со стайл параллельно запускаться скрипт и теперь вот эту ставим по умолчанию чтобы она запускалась и посмотрим запустится ли у нас две задачи да вот запустили значит стайл потом запустили скрипт и все и дефолт прекратил выполнение. То есть, таким образом, таким образом мы запараллелили выполнение этих задач. Это, конечно, удобно. Это прикольно. Запускаете одну команду, у вас сразу приводится в порядок скрипты, стили. Вы можете идти, проверять, обновлять. Но! Но! Каждый раз вот это запускать, как я, не очень удобно. Поэтому вот тут сразу в доках есть следующая прикольная штука, которая... Где они здесь в доках? Я уже потерял доки. Которая называется Watch. Вот, Function Watch. И это очень-очень классная штука. Смотрите. Значит, создали новую задачу Watch. В ней мы говорим, значит, путь скриптов. Это вот этот. То есть, все файлы отсюда. Тут у них просто переменную. Когда изменились вот эти файлы, запусти скрипт. Когда изменились вот эти файлы, запусти стайлс. И вот этот Watch мы поставим по умолчанию. И теперь смотрим, как это работает. Он стартанул, но он не останавливается. Он запустится, когда что-либо мы изменим. Смотрите. Ставлю перенос строки. Сохраняем. Он запустился. Что-либо здесь меняю. Там на единичку, допустим, на двойку. Сохраняем. Он запустился. Сохраняем. Он запустился. То есть, чисто теоретически, смотрите, если я здесь поставлю пиксель и сохраню, и еще. Правильно же у нас названо это? Стайлс. Стайлс. Взяли все отсюда. И положили все сюда. Да, должно сработать. А, вот и сработало. Блин, просто долго обновлялось. Вот это то, что, конечно, я движка сейчас будет ругаться, потому что я правлю в тот момент, когда файл обновляется, поэтому он ругается. Но, как видите, оно чистится. Куда прикольнее это выглядит со скриптами. То есть, я, допустим, тут что-то меняю. Поменял апт на тест. Сохранил. Все таски запустились. Если мы пойдем посмотрим в скрипты, то мы увидим, что у меня уже класс называется, блин, здесь, конечно, сложно увидеть, но у меня класс называется тест. Он, зараза, сменифицировался, и мы теперь даже это не видим. Но этот код обновился. Ну, проще, наверное, вот так вам показать, тогда точно будет видно. Верну апт. Выделю все и снесу вообще. Пойдем в main.js. И увидим, что он пустой. То есть, у меня на лету обновляются файлы, которые подключаются к браузеру. Это очень удобно, чтобы постоянно не запускать всякие минификации и все остальное. Но и это еще не все. Как вишенка на тортике, я вам хочу показать еще одну прикольную штуку. Сейчас мы будем ее каким-то образом искать. Я думаю, что найдем. Пойдем опять же галк, который я почему-то постоянно закрываю. логины и как-то live. Давайте поищем. Live reload. Окей. Окей. Так, здесь нам нужен хром экстеншен. Сейчас я не буду спойлерить, что это. Ну, в принципе, по названию понятно, что это тут и спойлерить не надо. Устанавливаем этот экстеншен. Установили, включили. Наверное, или он сам включится. Посмотрим сейчас. Так. Теперь, теперь. Он нас скинул отсюда, да? Вернемся назад. Можно было и в новой вкладке открывать это на сторонний ресурс ссылка. вообще-то. Устанавливаем этот галк live reload в наше туду приложение. Блин, опять сюда вставил. Что ж такое? Устанавливаем галк сам по себе. Копируем. Вставляем. Загружаем. И теперь, значит, что мы говорим? Мы говорим, что после того, как ты увидел, что какие-то файлы изменились и запустил вот эти таски. Так, только это не так делается. Это делается в pipeline, да? Да, это делается в pipeline. То есть, это надо вот здесь. Ой. Пайп. Запусти live reload. Ну, только надо его сюда, опять же, затянуть. Live reload. Ну, require gulp live 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 ok запусти live вот и то же самое мы скажем для стилей. Проверим, проверим. Запустили. тут надо что-то делать. Включить его для... уже перезагрузить хам еще надо. вот это надо включить. Чтобы с локальными файлами мог работать. Это так для всех расширений. Серверы с running. Нет, не running. Сейчас запустим. А, нет, запущен, наверное. что-то обновляем. О, уже даже обновился. Что обновился? Вот эта штука обновилась. Да, да, да. Работает. Я уже вижу по вот этому хшу, что оно работает. Значит, что это такое? Чтобы вы понимали всю суть этой штуки, я вот так за параллелью. Инспектор можно закрыть. Пойду в наши стили. Пойду в наши стили. И вот у нас, допустим, у body у body padding 50 пикселей. Меняю на 0 пикселей. Сохраняю. И страничка сразу обновилась. Сохраняю. Это он рухается, потому что я в этот же файлик сохраняю CSS файлик после обновления. Значит, что тут еще у нас есть? Alert. Ну, alert тут неинтересно. Блин, у нас из-за bootstrap а толком править нечего. Ну, вот, допустим, background color. Ставлю red. Сохраняю. И он тут же применяется. То есть, изменение стилей и скриптов тут же обновляет страничку в хроме. И вам не нужно вот это бегать между экранами и что-либо обновлять. В принципе, если у вас хром открыт в соседнем окне, вот таким образом, вы можете тут что-то, что-то править, потом перейти сюда и сразу увидеть результат. Вам даже обновлять не надо. Вот то, что я постоянно играюсь, постоянно обновляю. Вот. Как пример, идем в to-do наши. Убираем это в background red. Сохраняем. Сохранили. Я перехожу в браузер. И здесь уже белый фон. То есть, я даже не успел увидеть, как он изменился. Эта автоматизация помогает разрабатывать быстрее. может там ненамного, но, блин, каждые 3 секунды сэкономленные, в день собирают 15 минут, а в неделю собирают час. Понимаете, да? А вот. Ну и надо вернуть 50 пикселей паддинга. И вот они уже есть. На самом деле, главное понимать смысл работы галпа, то есть, как он работает. Тут ничего сложного нету. Они, у них раньше таски были, они вот сейчас перешли на функции. Синтексис простой. Все, что вам здесь, что такое функции, вы знаете. Что такое require, вы знаете. Что здесь нового? Так это то, что мы у галпа вызываем src, и то это в доке галпа читается. src нужен для того, чтобы откуда-то файлы взять. dist, dest, вернее, чтобы куда-то файлы положить. pipe, это следующий шаг преобразования файла. То есть, вот, мы сначала его транспилировали, потом медифицировали, потом положили его сюда. То есть, это конвейер, просто конвейер. И здесь у нас вот со скриптами происходит такое. Возьми все файлы.js отсюда, транспирирую их, минифицирую их, положи в эту папочку, и после этого перезагрузи браузер. Вот так работают таск-менеджеры. Тут всего 39 строк, но это жутко удобно. Этот код я закамичу вам, потому что я понимаю, что это новое, вы такое не смотрели, да. За заминки изменить, извините, я с галпом достаточно давно уже не работал, и у него вон обновилась дока. Но при этом мы все равно разобрались. Что касается старых док, то да, вы можете найти вот такое. Оно тоже будет работать, то есть когда мы методом task создаем задачу и называем ее как-то. Вот это старый, старый галп так делал. Оно тоже будет работать, может вам так удобнее. Тут в принципе все похоже. Просто вместо функции галп task создается, и функция как callback прокидывается. А мы это делаем вот созданием функции, называем функцию, где там это. Scripts, и дальше return. Ну тут посмотрите, как вам удобнее. И я думаю, что в принципе на этом на сегодня все. На десятом занятии мы скорее всего рассмотрим вебпак, но я еще не уверен. Посмотрим, на что у нас будет оставаться время. А на следующем занятии мы будем пилить что-то новенькое. и это будет, это будет, короче, не буду рассказывать, что. На следующее занятие приходите, смотрите видео и будете знать. Всем спасибо за просмотр, задавайте мне вопросы, пишите, если у вас галп выдает какие-то ошибки или еще что-то, будем вместе разбираться. И здесь все ограничивается только вашей фантазией. галп модулей, галп плагинов, вернее, это плагины называется. Их очень много. И что, я опять закрыл галп, да? Да что ж такое? А, нет, не закрыл. Он у меня постоянно редиректит. Все, теперь я понял. Теперь я понял. Можете гуглить, вот есть различные статьи, там вроде, там 10 лучших, лучших фильмов, да. галп, ну вот так давайте просто. Самые нужные плагины для галп. И вот таких статей куча. И здесь вы сразу видите, там, что эти плагины делают, вот смотрите, почитаете, может что-то интересное для себя найдете. И как их подключать, все вы в принципе знаете. Таким образом, вы можете делать свои проекты, ну прям очень автоматизированными. И это прикольно. Все, всем еще раз спасибо, до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok